Депутат Терновского совета От гражданского объединения Заридное место Денис Ходькин Здравствуйте Добрый день Мы вчера общались с вашей коллегой От партии солидарность блока Петра Порошенко Мы обсуждали вопросы Терновского совета И взгляды именно этой политической силы На то что происходит там Сегодня это будем обсуждать с вами Как с членом депутатского объединения И гражданского объединения Заридное место Но начну с интересного факта Вы очень молодой депутат Моложе всех остальных, которые были у нас в студии Здесь я говорю не конкретно о возрасте А скорее о вашем политическом опыте И опыте депутатской вашей карьеры Дело в том, что всего два месяца Вы являетесь депутатом районного совета 20 мая на сессии Вы первый раз заступили на эту должность Кто был до вас на этом месте И как вообще развивалась и начиналась Ваша политическая карьера Добрый день, Роман Добрый день телезрители Ну сначала я хочу представиться Зовут меня Ходкин Денис Я родился 16 сентября 1986 года В городе Кривой Рог Я коренной криворожанин Разрешите, я сначала представлю Как развивалась моя политическая деятельность В каком году? Я так понимаю, что вы достаточно давно Являетесь членом партии Батьковщина С этого все и начиналось Уже вы не членствуете там Вот давайте начнем с того, как это начиналось С 2006 года я являлся членом партии Батьковщина Это было как бы спонтанно Я даже не задумывался, что у меня какая-то будет политическая деятельность Мне предложили стать членом этой партии Ну как бы я согласился Ну суть моего заключалась в членстве Это большее время Первые 4 года я участвовал Это больше в предвыборных процессах Это участвовал в комиссиях То есть на должность депутата вы ранее никогда себя не пробовали? Ну ранее я никогда себя не пробовал Я, что сначала я участвовал в предвыборной кампании Ну не предвыборной кампании Участвовал в комиссиях На участках И был я И как с обычным членом комиссии И был потом уже как бы дорос Как бы уже рост такой пошел Был заместителем главы комиссии Позвольте спросить Ваше неучастие в выборах Это было ваше желание Либо вас не допускали к этому процессу? Ну как не допускали Тогда я как бы еще будучи молодым был Я только пришел с армии И мне как-то это, честно говоря, не интересовало Что такое политика Я хотел как бы, как жил, как бы для себя Была пока дом, работа Тогда как бы развивалась семья понемножку И как-то не было, честно говоря, недополитики Просто мне нравился процесс этот Который происходил Когда заседание комиссии было Как это велся подсчет голосов Как мы возили эти протоколы в райсоветы Как мы сдавались На каком количестве выборов вы принимали участие? Я начинал с 2006 года И по октябрь 2015 года Когда я уже стал основным кандидатом в депутаты Я был на всех выборах Отличались выборы? Вот в этот период Ну, выборы в этот период Сильно, так скажу, чтобы не отличались Они начали отличаться больше уже Как бы ближе к 2015 году В том, что это более стало Как бы технически более стало развито Потому что начали ставить веб-камеры Потому что было много людей Которые говорили, что выборы проходят незаконно Ну, хотя в каждой комиссии От каждого того или иного члена партии Кто избирался Были свои представители Которые смотрели Которые как бы подсчет голосов не находили То есть вы можете сказать, что все выборы С 2006 года, в которых вы принимали участие Все проходили честно Я хочу сказать, что это все было честно И все по правилам Я никогда не видел никаких махинаций Может, это на моем участке не было На других каких-то было Но на моем я никогда не замечал И то, что веб-камеры начали ставить Как бы это еще доказало Что выборы проходят честно Что нет никаких махинаций Мы могли смотреть в онлайн режиме И люди видели, что это как бы Проходит законно Осенью 2015 года Вы баллотировались от партии Батьковщина на должность депутата Терновского совета Какие улицы вы представляли? Я представлял улицу Косыгина С первого по седьмой дома Это как бы мои дома были Было около 900 избирателей Получается, ну, как бы Вот эти семь домов я был Давайте тогда попробуем разобраться В ситуации того, что вы заменили Депутата, который отказался Быть на этой должности Начнем с того, сколько депутатов Вот партии Батьковщина Тогда на тот момент на выборах Прошли в райсерене У нас прошло, получается Около за нас проголосовало В Терновском районе Около 2800 человек Если я не ошибаюсь Это больше там чуть 10% Это около 11-12% И зашло тогда 4 человека 4 человека от Батьковщины Потом была скандальная ситуация После которой Я так понимаю 50 на 50 Эти 4 человека разделились Да, 2 человека, получается, отошли Как бы остались от Батьковщины Ну, а мы после всех событий Которые произошли, кроме Роги После того, как Наших депутатов городского совета Исчислили, как говорится С партии Батьковщина Мы остались в команде С Бабенко и Олег Владимирович Скажите мне тогда Вот те 2 человека Которые представились за ридный мисс То почему освободилось место И почему зашли именно вы? Ну, до меня был депутат Терновского района Это Волкова Инна Получается, она написала заявление Что на имя Терновского главы Что не может дальше Исполнять депутатские обязанности Так как по семейным обстоятельствам Я не уточнялся Какие там семейные обстоятельства Ну, по семейным обстоятельствам И так как я дальше шел по списку Я занял ее место А она ходила на заседание комиссии? Да, она ходила на заседание комиссии Она, я даже как бы Когда в Терновском районе Я присутствовал на одной из сессий Не будучи еще депутатом Я видел ее, она как бы была Как быстро вы включились в работу? Как быстро поняли всю систему Того, что происходит там? Систему я понял быстро Так как я с 2010 года Я уже был помощником депутата Только был помощником депутата Саксанского района Я знал, чем занимается депутат Какую он ведет деятельность Я с ним, как бы, может Ну, был на приемах Я, как бы, видел Что это он с собой представляет Также моя задача заключалась В его помощничестве Это то, что я, как бы Помогал ему Вот, с чем он называется помощник Потому что он помогает Я делал, как бы, ходил вместе с ним Я снимал на видеокамеры Там какие-то события Которые происходили Их поздравления Я потом монтировал это видео Я делал буклеты А у вас есть помощники на данный момент? Да, у меня есть один помощник на данный момент Хотя по закону мне положено пять Но пока я еще с четырьмя не определился Давайте тогда перейдем к тому вопросу Что, по вашему мнению, самого важного Главного, интересного Острого Разбирали на тех сессиях, на которых вы были Что вы успели увидеть И какие вопросы, как вы думаете Действительно могут повлиять на жителей На граждан Украины На жителей вашего района? На тех сессиях, которые я был, то такие вопросы обсуждались Социально-экономические вопросы Это, получается, вопросы по выделению денег на культурно-массовые мероприятия Посвященные Дню Победы Это на майской сессии Да, это на День защиты детей Это выделение денег на счет, получается, празднования Дня Победы Это также было изменение в составе депутатского Которые представляли меня уже Давайте тогда поговорим о тех темах С которыми вы сталкиваетесь ежедневно Это темы обращений граждан Несмотря на то, что вы два месяца как депутат У вас уже есть опыт, наверное, общения с гражданами Реакции на их обращение Решение или не решение каких-то вопросов Вот скажите, с чем приходят граждане Что за проблемы у вас в Терновском районе? Опыт обращения, уже общения с гражданами У меня появился еще при предвыборной кампании Когда я находился, я еще, как я говорил, что я косыгно с 1 по 7 дом Мы были, я участвовал, стоял в палатках Мы встречались с людьми возле подъездов Мы общались, они мне рассказывали свои вопросы Глобальные проблемы, которые их тревожат Я никогда не говорил, не высказывал огромных высказываний Что я, будучи депутатом, я стану У вас все получится, у вас все будет хорошо, отлично Я говорил, что буду я депутатом, да, будем мы решать Я буду вас выслушивать, мы будем решать Вот что вы решили? Вот это мне сейчас интереснее всего Я думаю, не только мне, а телезрителям Что вам удалось решить? Решить мне удалось такие вопросы Сейчас сначала обращусь, какие более глобальные вопросы Глобальные вопросы, это, как мы знаем, это жилищно-коммунальное хозяйство Это открытые люки, это освещение Это газовое хозяйство Потому что, например, жилищно-коммунальное хозяйство Это так включает в себя ремонт кровли Это был такой же у меня запрос, что дерево разбило окно на пятом этаже Потому что ветки мешают, не хотели делать Мы написали депутатский заброс, ждем ответа Также решаем мы их, получается, наши вопросы Это с помощью депутатских запросов И с помощью, также бывают такие неотъемлемые вопросы Когда надо решить сразу же Почему такая халатность у служб ЖКХ? Почему приходится только после ваших звонков, писем, обращений реагировать как-то? Почему обычный гражданин, который является таким же субъектом жизни Объектом жизни города Почему он не может решить это сам? И почему нет служб, которые вообще это решают даже без его ведома? Упала ветка, приехали, забрали Европейских стандартов Почему нет? Почему? Есть такие горячие линии, как горы исполкома Есть люди, обращаются, и, например, это делается Но мы служим, если вдруг это не помогает Мы также есть мы, как депутаты районных советов Мы готовы помочь сюда прийти людям навстречу И когда, правильно, когда людям слышится, что депутат звонит Есть какой-то человек местного самоуправления Вот им уже как-то делается Процесс будет двигаться быстрее Но это на мое мнение Предметные, конкретные случаи того, что вам удалось решить Может быть, кто-то услышит что-то подобное Вспомнит в своей жизни Может, сейчас человек сидит с такой проблемой И не знает, как с ней разобраться Мы после того, как вы это расскажете Обязательно дадим ваши контакты Чтобы они могли найти вас И обратиться с этими вопросами Были у меня такие вопросы Это, получается, по Криворожгазу Было у меня два таких вопроса Получается, это когда неотременно надо было их решать Это когда пришел человек Криворожгаза Хотел отключить бабушки и дедушки Которые уже в поживом возрасте Которые им трудно ходить Хотел отключить им газ И, получается, они говорят У нас все оплачено Он говорит, нет, мы все равно будем отключать Потому что у вас долг И я, как бы, они мне обратились И я им сказал сразу причину, почему Потому что это надо передавать данные С 1 по 5 число Это Криворожгаза Да, у вас не будет таких проблем Так как вы есть законопослушный плательщик Вам никаких ничего не будет И я в телефонном режиме Я связался, позвонил на горячую линию Криворожгаза Я объяснил такую-то ситуацию Сказал, что по такому-то адресу проживают люди Что бабушка, например, была с инсультом даже И вы сейчас приходите Они не понимают У них нет технических средств Таких, как компьютеры Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте Криворожгаза А если вот нету таких современных средств Тяжело передавать эту информацию? Я знаю, что это передается по телефону Просто ли туда дозвониться Да, это не так уж и тяжело получается Это есть горячая линия Туда звонишь, там нажимаешь всего лишь две кнопки И ты выходишь на диспетчера Криворожгаза Там говоришь свои показания Адрес, лицевой счет и все Дальше сейчас есть такая функция Криворожгаза Придумана, как смски отправить То есть ты набираешь последние четыре цифры своего лицевого счета Последние четыре цифры своего показания счетчика Я даже этим людям хотел сам приехать и показать, как это смс-ка пишется Но они потом уже позвонили, сказали Мы разобрались в этом телефоне Мы уже будем дальше передавать Я говорю, все, не волнуйтесь Дальше у вас никаких задолженностей не будет То есть тут нужен личный контакт с гражданами Да Я хотел обсудить с вами еще одну важную тему Которую мы уже третий раз сегодня с вами обсудим Многие в курсе дела, многие нет Но я хочу и для себя разобраться Но самое главное, чтобы телезрители наши узнали Как это будет действовать И можно ли это будет такой эксперимент запустить и в других районах Я сейчас говорю касательно того, что вы собираетесь класть деньги на депозит Деньги, которые принадлежат району Деньги, которые не используются Что вы об этом знаете? Насколько скрупулезно вы разбирались в этом вопросе? Я понимаю, что это не касается ни вашей комиссии Это не ваша инициатива То есть как все это начиналось, развивалось И вот лично ваше к этому всему отношение? Я считаю, что это как бы может и правильное решение Если деньги лежат, то что бы они не... Что это за деньги? Это за деньги, которые это свободные деньги Согласно поставлению Кабинета Министром номер 6 От 12 января 2011 года Местные власти могут вложить деньги на только свободные деньги Свободные средства на депозит в банк Откуда берутся эти свободные средства? Свободные средства эти могут взяться Например, вот в нашем случае это было получается Давайте расскажу, что такое свободные средства Это средства, которые, получается, не лежат Не действуют в обороте на фонде основных средств бюджета И которые, в случае, если их положить на счет Они не будут мешать платежеспособности власти Ну, местной власти Это, в нашем случае, это есть экономия Потому что, согласно, с апреля месяца 2016 года Национальная комиссия понизила трифы на отопление За 1 гигакалорий теперь платится не 1900 гривен, а 1700 гривен В результате этого сэкономили Экономится 200 гривен на 1 гигакалорий И эти деньги могут ложиться на счет И потом приносить какой-то доход И этот доход может использоваться для решения социально-экономической На каком этапе сейчас находится вот эта инновация? Ну, это тоже процесс не такой быстрый, как кажется Во-первых, это должно дать разрешение депутата городского совета Потом это решается на сессии районного совета Для того, чтобы это все произошло, создается комиссия В которой входит не менее 5 человек В эту комиссию входят работники финансового отдела, оказанное чество, юридического отдела А также представители банка Банк только государственный должен быть И потом решается, какой банк более лучше, какой больше процент Ваше отношение личное к этому процессу? Ну, я считаю, что это процесс нужный Если есть свободные деньги, то что бы они просто... Когда это будет реализовано? Ну, вот это сейчас на нынешнем... Сроки пока неизвестны? Сроки неизвестны, но сейчас создается комиссия в нашем районе Давайте тогда закончим с локальными криворожскими вопросами Такой темой, как прием Классический наш вопрос Где и когда вы его ведете И как граждане района могут с вами найти общий язык и контакт? Вообще прием мы ведем, я веду каждую первую субботу месяца Сначала наша приемная была Все граждане знают Терновского района Это на 23-го лютого, 91-го Сейчас мы переехали на остановку 9-й квартал Это Сиблок Там получается улица Черкасская, 30 Там офис 201 Там мы... Я там бываю не каждый день, конечно Там есть... Это наша общественная приемная Там сидит глава общественной приемной Который примет все ваши вопросы жителей А как депутат ваши законные приемные дни когда? Мои законные приемные дни это первая суббота месяца Я принимаю там с 10 до 2 часов Веду прием Хорошо, теперь поговорим о темах насущных для Украины У нас осталось 3 минуты прямого эфира Хочу услышать ваше мнение Просто как гражданина Украины Не обязательно здесь уж подчеркивать какие-то политические окрасы Партия, в которой вы состояли более 10 лет Которая носит название Батькивщина Нынче блокирует трибуну Верховной Рады Не совсем свободно проходит голосование сейчас Верховной Рады Ради, вот ваше мнение, правильно ли они делают или неправильно? И почему именно так происходит? Я считаю, что как бы блокировать это блокирование Но надо заниматься какими-то вопросами Которые улучшат социальную жизнь населения Так как сегодняшняя социальная жизнь Это очень как бы плачевная Но они аргументируют это тем Что они как раз и блокируют ради этого Но не происходит самого главного Ничего этого не происходит Я считаю, что не должны блокировать А решать вопросы, договариваться Чтобы люди как-то вышли с этого кризиса Потому что нынешний отопительный сезон Люди боятся получать платежки Особенно это трехкомнатная квартира Или имеет большую квадратуру Ну я сам живу Ну там много политики А вот если это все на вас как-то Разложить на депутатов районного совета Много ли у вас политики там в рамках района? Нет, у нас политики немного У нас больше общественная деятельность В рамках района Политика это больше, я так понимаю Это в Верховной Раде Так же это уже Ну они ходят, да Вы ходите раз в месяц туда на заседание Они ходят каждый день Как думаете? Достойны ли они того, чтобы пойти в отпуск? Ну это вопрос такой же Как бы достойный Я вижу, что Как бы пока не найдут нормального концептуса работы И что не надо им никуда идти Пока наладить работу Чтобы не было вот этих блокирований Чтобы нашли общий язык со всеми Как и все фракции между собой И тогда пусть идут в отпуск Некоторые депутаты даже требуют перевыборов И говорят, что так рада работать, как сейчас Вообще в принципе не может И нужно ее избирать заново Она не функционирует Ваше мнение на этот счет Как вы считаете? Перевыборы в Украине, в Верховной Раде нужны? Я считаю, что перевыборы в Верховной Раде уже давно нужны Потому что И много это людей говорят уже Что поскорее бы уже пришли новые выборы Чтобы выбрать новых людей Потому что так жить дальше невозможно А как думаете, если вдруг по закону так случится Что скажут, что Коль прошли выборы в Верховной Раде Надо, чтобы все было стабильно И дальше развивалось Сделать снова перевыборы местных депутатов Вот здесь Как вы считаете? Правильно это или нет? Ну, я считаю, что наши пока перевыборы в Кривом Роге Я говорю за Кривой Рог Что считаю, что не надо Тут нормальные находятся депутаты высокого уровня И они работают на пользу города Почему так получается, что все, кто находится На этом месте Все, кто работает Очень не хочет перевыборов А те, кто не влияют сильно на процесс Почему-то снизят Ну, почему это не хочет? Я даже, я готов Если будет перевыборы Мы, наше гражданское объединение Заридное место Мы не ведем какой-то там тихий образ жизни Мы постоянно открытые для людей Я думаю, что мы и показали себя Мы уже показали себя Что мы есть такие Что мы помогаем людям И мы уже, думаю, заняли какое-то место В районных советах Также и городских Большое спасибо А мы сегодня, в свою очередь, показали вас Денис Ходькин Депутат Терновского районного совета От партии Вернее, от гражданского объединения Заридное место Был сегодня у нас в студии Мы общались на важные темы Локальной нашей политики Ну и глобальной, общеукраинской Спасибо, что были с нами Все эти 20 минут прямого эфира Желаю вам хорошего вечера Прекрасного настроения Оставайтесь на нашем телеканале Совсем скоро В 19.00 Интересный выпуск наших новостей Всего доброго и до свидания